Глава 7. Тайники и козла отпущения Для того, чтобы усвоить концепцию радикального прощения, очень важно понять, какую роль в исцелении взаимоотношений играют механизмы защиты эго – вытеснение и проекция. Поэтому полезно рассмотреть эти механизмы подробнее. Вытеснение и проекция действуют в паре, привносят хаос в жизнь человека и его взаимоотношения с другими людьми. Они создают и поддерживают в нас архетип жертвы. Разобравшись, как действуют эти механизмы, вы сможете противостоять попыткам эго использовать их, чтобы отделить людей друг от друга и от Бога. Вытеснение. Вытеснение работает как психологический защитный механизм, который включается, когда чувства ужаса, вины или гнева оказываются нестерпимо сильными, и разум просто полностью отгораживает эти чувства от сознания. Таким образом, вытеснение является надежным предохранительным механизмом разума, поскольку без него мы бы могли легко сойти с ума. Этот механизм работает настолько эффективно, то у нас не остается абсолютно никаких воспоминаний о травмирующих чувствах и вызвавших их события. Они оказываются полностью изолированы от сознания на многие дни, недели, годы или даже на всю оставшуюся жизнь. Подавление. Вытеснение не следует путать с другим подобным, но менее мощным механизмом – подавлением. Подавление происходит, когда мы сознательно отказываемся признавать эмоции, которые не хотим испытывать или проявлять. Зная, что они присутствуют, мы пытаемся оттолкнуть или подавить их и отказываемся иметь с ними дело. Однако продолжительное отрицание этих чувств может привести к такой же нечувствительности по отношению к ним, как в случае вытеснения. Вытеснение вины и стыда. Вина – общечеловеческий опыт. Глубоко в подсознании каждого из нас стоятся вина и стыд, обусловленные ложной мыслью о том, что мы якобы отделились от Бога – первородный грех. Вина и стыд настолько сильны, что мы предпочли вытеснить их в подсознание. Иначе мы бы просто не справились с этими эмоциями. Обратите внимание, что стыд и вина – не одно и то же. Мы чувствуем себя виноватыми, если сделали что-то плохое. Стыд – более глубокий уровень вины, когда мы чувствуем, что являемся плохими. При помощи стыда эго заставляет нас считать себя изначально плохими, по самой своей природе. Никакой стыд или вина не укоренены в нас так глубоко, как стыд за первородный грех – главная, но совершенно ложная опора системы убеждений эго. Стыд блокирует энергию. Легче всего пристыдить ребенка, например, из-за того, что он обмочился, испытал реакцию, разозлился, смутился и так далее. Все это совершенно естественные явления, но ребенок все равно стыдится, и кумулятивный эффект этих чувств может быть нестерпимо сильным. Поэтому ребенок вытесняет свой стыд, но тот остается в подсознании и запечатляется в теле. Стыд оседает в организме на клеточном уровне и блокирует потоки энергии в теле. Если соответствующие чувства остаются неразрешенными в течение длительного времени, эти блоки становятся причиной либо психоэмоциональных, либо физиологических проблем, либо и тех, и других одновременно. Ныне многие исследователи признают, что подавленные эмоции – одна из главных причин рака. Вытесненные чувства Когда ребенок переживает значительную травму, например, смерть какого-то из родителей, некоторые сопутствующие этому переживанию чувства могут быть вытеснены. Подобным же образом объектом вытеснения могут стать на первый взгляд совсем незначительные вещи, скажем, случайное критическое замечание, которому ребенок придаст преувеличенное значение или какое-то событие, в котором ребенок почему-то обвинит себя. Так дети почти всегда винят себя в разводе родителей. Некоторые исследования показывают, что дети помнят разговоры родителей, услышанные еще во время внутриутробного развития. Беседы о нежелательной беременности могут пробудить в ребенке чувство, что он никому не нужен, и страх быть покинутым. Малыш вытесняет эти чувства в подсознании, еще не успев родиться. Вина поколения Нередко случается так, что целые сообщества и даже нации вытесняют в подсознании совокупную вину поколения. Несомненно, это произошло в случае белых и чернокожих американцев в связи с рабством. Расовые проблемы, которые сейчас переживает Америка, порождены неразрешенной и вытесненной виной белых и неразрешенным и вытесненным гневом черных. Темная сторона Человек испытывает также жгучий стыд по поводу тех аспектов своего существа, которые он не любит и поэтому отрицает в себе. Знаменитый швейцарский психолог Карл Юнг назвал эти аспекты человеческого существа тенью, поскольку они представляют темную сторону нашего «я», которую мы не хотим видеть сами и не хотим, чтобы ее видели другие. Она алчна и коростолюбива, зла и мстительна, ей свойственны всевозможные извращения и пороки. Все эти черты и склонности вызывают в нас жгучий стыд. Мы видим в них свою тень и вытесняем глубоко в подсознание. На вулкане Вытеснять всю эту энергию все равно, что сидеть на вулкане. Человек понимает, что однажды его силы сдадут. Лава, тень, выплеснется наружу и в мире воцарится хаос. Поэтому нам необходимы козлы отпущения, на которых можно спроецировать весь свой стыд. Таким образом, мы освобождаемся от этого стыда, по меньшей мере на время. Проекция Несмотря на то, что мы вытесняем за пределы сознания чувства и воспоминания, связанные с тем или иным событием, на подсознательном уровне нам известно о стыде, вине и недовольстве собой, которые ютятся где-то в глубине нашего существа. В попытке полностью освободиться от этой боли, мы отделяем ее от себя и переносим на кого-то вне нас. Такая проекция позволяет нам забыть, что мы когда-то сами испытывали эти чувства. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком проецирования вытесненного чувства вины. Стоит спроецировать то, что нам не нравится на другого человека, и мы начинаем искренне верить, что всеми этими качествами обладает именно он, а не мы. Итак, если мы вытесняем вину, а затем проецируем на кого-то, то плохим оказывается он. Если мы вытесняем и проецируем на кого-то гнев, то нам кажется, будто гневается именно тот другой. Мы обвиняем человека во всем, в чем боимся быть виноватыми сами. Неудивительно, что проецирование приносит нам столько облегчения. Ведь таким образом мы возлагаем на другого человека ответственность за все плохое, что с нами происходит, и за все негативное, что мы видим в себе. Затем мы требуем, чтобы объект проекции был наказан, и это дает нам еще более сильное ощущение собственной праведности и безупречности. Это объясняет, почему людям так нравится смотреть новости по телевидению. Новости дают нам возможность спроецировать всю свою вину и стыд на убийц, насильников, коррумпированных политиков и других негодяев, которых мы видим на экране. После этого мы отправляемся спать с чистой совестью. Новости и другие телепрограммы, где фигурируют негодяи, служат для нас неисчерпаемым источником удобных козлов отпущения, на кого можно проецировать все, что нам не нравится в себе. Как узнать свои проекции? Если вы поймали себя на том, что осуждаете кого-то, знайте, что вы имеете дело с проекцией. Гнев – верный спутник проекции, поскольку эго использует это чувство, чтобы оправдать проецирование вины. Если вы злитесь на кого-то, знайте, вы проецируете собственную вину. Все, что кажется вам неприемлемым в другом человеке, является собой отражение отвергнутой части себя самого, тени, которую вы спроецировали на этого человека. Если бы это были не вы сами, то не расстраивались бы так. Итак, эта концепция – все, что мы осуждаем в других, на самом деле является тем, что мы проклинаем в себе – служит центральной идеей радикального прощения и ключом к исцелению нашей души. Резонанс. Мы чувствуем себя жертвами других людей именно потому, что они резонируют с нашими чувствами – виной, гневом, страхом или яростью. Смотрите следующую главу. Нам кажется, будто они делают что-то такое, что злит нас. Стоит нам признать, что источником негативных чувств являемся мы сами, а не они, и мы легко отказываемся от потребности быть жертвой. Цикл нападения защита. Вытеснение и проекция изначально задуманы только как временные защитные клапаны для психики. Однако эго прибрало их к рукам и использует для собственного выживания. Помните, эго представляет собой всего лишь набор убеждений, главное из которых состоит в том, что мы якобы отделились от Бога. Отсюда следует убеждение, что Бог сердит на нас и сурово накажет, когда поймает. Эго использует процессы вытеснения и проекции для того, чтобы спрятать от сознания эти убеждения, а также сопутствующие им вину и страх. Таким образом, вытеснение и проекция превратились для нас в постоянный способ бытия. Эго используются на непрестанном вытеснении, отрицании и проекции, и они увековечены в бесконечно повторяющихся циклах – страх нападения и защита нападения. Стремление к целостности. К счастью, несмотря на необыкновенную эффективность вытеснения и проекции, нашим душам свойственно естественное стремление к целостности, обладающее еще большей силой, чем эго. Стремление к целостности приходит из той части нашего существа, которое знает всю правду о нас и не может довольствоваться тем, чтобы отрицать и проецировать ее. Эта часть нас, душа, призывающая вернуться к любви, несет в себе энергию, необходимую и достаточную для обучения исцеления – энергию радикального прощения. Страх близости. Каждый человек, встречающийся нам в жизни, дает нам возможность выбрать между проекцией и прощением, единством и разделением. Однако, чем ближе мы сходимся с человеком и чем ближе подпускаем его к себе, тем больше вероятность, что он узнает правду о нашей виновности. Эта возможность разоблачения порождает в нас панический страх, и искушение спроецировать вину становится почти непреодолимым. На этом этапе медовый месяц завершается. Страх близости становится настолько сильным, что взаимоотношения оказываются под угрозой разрыва. В большинстве случаев все этим и заканчивается. Любые взаимоотношения необходимы для исцеления. Чтобы двигаться вперед и преуспевать, мы должны понимать описанные выше феномены и, используя радикальное прощение, сохранять взаимоотношения с людьми и достигать истинной духовной цели, которой эти взаимоотношения служат. А цель эта состоит в исцелении всех вовлеченных людей. Как мы видели на примере моей сестры, радикальное прощение может спасти брак. Однако наша задача состоит необязательно в этом. Если цель взаимоотношений достигнута, то есть вовлеченные в них люди исцелены, иногда эти взаимоотношения могут мирно и естественно прекратиться. Если вам нравится эта аудиокнига, то поставьте лайк или оставьте комментарий. Это позволит наибольшему количеству людей познакомиться с этим удивительным методом. А если вы хотите перейти от слов к делу, то получите бесплатный базовый набор анкет радикального прощения для трансформации и начните менять свою жизнь к лучшему. Ссылка на анкеты находится под этим видео.